МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Во вторник в Пинске состоялась торжественная церемония инаугурации нового здания единственной еврейской средней школы и интерната в Беларуси Бейс Агарон. Особую значимость событию придало присутствие почетного гостя, господина Аарона Бельского, одного из членов партизанской семьи, спасшей жизни более 1200 еврейских мужчин. Вместе с многочисленными гостями из разных стран мира участие в праздничном мероприятии приняла и наша съемочная группа. Отныне эта школа, новое красивое здание, которое выросло буквально на глазах по улице Партизанской, будет носить имя братьев Бельских. Благодаря поистине героическим усилиям Тувье, Асаэля, Зуса и Аарона более 2000 людей сегодня живут. Это потомки, спасенных от Холокоста более 1200 мужчин, женщин и детей еврейской национальности, которые в годы войны нашли убежище от неминуемой гибели в партизанском лагере семьи Бельских на Лебокской пуще. В холле новой школы в этот день слышны иврит, английский, русский, белорусский языки, но в этом многоголосии очень узнаваемые дружеские приветствия. Для Аарона Бельского, который вырос в белорусской деревеньке Станкевичи, но давно живет в Соединенных Штатах Америки, Беларусь навсегда осталась родиной. Я всегда сюда приезжаю. Один раз в год. Почему, Аарон, почему? Родина. Я родился здесь, поэтому здесь вырос. И спасибо Богу, что могу сюда приехать. В холле новой школы установлена памятная доска и вывешена картина, свидетельствующая о человеческом подвиге братьев Бельских. Конечно, Аарон Давыдович благодарен Игор, что таким образом увековечена память о его близких. Сегодня открывается школа, которая будет названа в честь братьев Бельских. Очень красиво, большое спасибо. Братья Бельские – это те, кто во время войны спас 1200 евреев. Они были лучшими во всем. Вот кто такие Бельские. И поэтому эта школа будет названа в их честь. Знаменательным событием не только в жизни еврейской общины и города Пинска, но и в целом в развитии белорусско-израильских отношений назвал открытие новой школы посол Израиля в Республике Беларусь Иосиф Шагал. Событие прекрасное, открытие еврейской школы, что может быть лучше для посла Израиля. Но, кроме того, присутствие легендарного человека, господин Бельский – это легенда. И в этот момент я горд, что я и посол Израиля, и в Республике Беларусь. Потому что этот человек объединяет две страны, еврейскую нацию и героизм белорусских партизан, которые не имеют национальности, которые наднациональны. Вообще героизм белорусского народа в годы войны – это особенное что-то, это заслуживает особого разговора. Так что поводов достаточно. От имени городской власти Аруна Бельского приветствовал заместитель председателя горе-сполкома Александр Каневский. В нашей стране с глубоким уважением относятся к таким людям и на примере их жизни и подвига воспитывают молодежь. Разрешите от имени Республики Беларусь вручить Бельскому Аруну Давидовичу, активному участнику партизанского движения на территории Беларуси государственную награду, памятную медаль «70 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Медаль вручает глава представительной власти нашего города, председатель Пинского городского совета Гордич Александр Александрович. «Посол Великобритании в Республике Беларусь Брюс Бакнелл в своей приветственной речи отметил самое ценное, что объединяет народы, пережившие трагедию Второй мировой войны». «Для меня это, конечно, я очень рад, что граждане из Великобритании, то есть, здесь сделали это мероприятнее, конечно, строительство нового здания. И, конечно, я очень рад, что это не только из США, а не только из Великобритании, так же, конечно, это особенно люди, гости из Пинска здесь сегодня, потому что вместе мы должны вспомнить ужасные события 20 века, чтобы меня повторить на 21 веке». Начиная с 1939 года, новая школа-интернат «Бейс Агарон» является первым строительным объектом в Пинске, предназначенным для обучения еврейских мальчиков. Здесь будут учиться мальчики со всех уголков Беларуси. И для их учебы, жизни и отдыха в школе созданы прекрасные условия. В день инаугурации трем десяткам воспитанников интерната желали счастья, мира и добра. «Я пожелаю, чтобы все было так же всегда, чтобы было тихо, чтобы было мирно. Что желает еврею всегда? Чтобы в доме был мир. Так говорят еврейские матери, которые очень любят своих детей. Чтобы в этом доме был мир. И в этом доме, и в белорусском доме, и в еврейском, чтобы везде у нас был мир. Все остальное мы сделаем сами». «Они должны изучать историю. И не только историю евреев, а историю Беларуси, потому что нееврейское население Беларуси тоже очень сильно пострадало во время войны. И это часть общей истории». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова